Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Приближается мой самый любимый праздник, Новый год! И поэтому я хочу представить вашему вниманию очень праздничное и очень вкусное блюдо! А собственно, это будут перепелочки с лисичками в сливочном соусе с добавлением миндаля! Итак, что же нам понадобится? Так, нам понадобится 4 перепелочки, но вы можете брать столько, сколько у вас будет гостей! Затем укроп, затем понадобится нам 200 грамм, можно взять и больше, лисичек грибов! У меня молодые лисички, у меня лисички немножко отличаются от тех, которые мы привыкли собирать в наших краях, так скажем, поскольку они, ну вот видите сами, если честно, я видела вот такие грибочки, но никогда не брала, поскольку думала, что это поганки! Но на самом деле это казались лисички! Грибы, конечно, вы можете взять на свой вкус, но я предпочитаю лисички, потому что они просто изумительно пахнут! Затем нам понадобится 2 небольшие луковички шалот, небольшой вот такой вот пучочек петрушечки, поскольку она очень резкая, а нам нужно сохранить нежный запах, вкус и аромат перепелочек, вот такая вот упаковочка сливочек 200 грамм и несколько орешков миндаля! Ну и естественно для обжарки нам понадобится оливковое масло, немножко соли и мускатный орех! Ну, приступаем! Грибочки перебираем и моем, затем мы их отправим на сковородочку для обжарки! Я добавила лук и укроп, вернее и петрушку и лук-шалот! На хорошо разогретую сковороду я добавляю совсем немножечко, это действительно немножечко, масла оливкового, поскольку, как я уже много раз повторяла, у меня сковородки с каменным как бы покрытием и использование масла в этих сковородках практически не нужно! И выкладываем наши изумительно пахнущие лисички! Это просто невероятный запах! Знаете, зимой запах леса! Такой нежный, такой вкусный, не знаю, я обожаю, невероятный просто запах! И мы будем их обжаривать вместе с луком-шалотом практически до готовности, это то есть 20-25 минут у нас займет! Вот так, сейчас я накрою крышечкой и будем жарить! Как только грибочки пустили сок, я добавляю туда лучок для дальнейшей обжарки! Совсем небольшое количество миндаля, у меня он не обжаренный, поэтому я его буду обжаривать и затем нужно будет измельчить на мелкой терочке! Ну вот, лисички мои с лучком обжарились, готовы! И теперь мы будем приступать к обработке наших перепелочек! А собственно говоря, что нам нужно будет сделать? Мы внутри каждой тушки заложим орешки миндальные и немного зелени! И затем мы их тоже будем обжаривать! Итак, берем небольшую щепоточку, где-то вот столько вот молотого миндаля, заранее обжаренного, и заправляем в тушечку! Мы просто натираем там, вот добавлю еще, потому что, по моему мнению, маловато! И немножко укропа, ой, Тики, тебе вкусно пахнет! Ну, конечно, перепелочки всем нравятся! И немножечко зелени, укропа и петрушечки! И вот таким образом подготовленная тушечка перепелочки отправляется на сковородочку! Хорошо разогретую сковородочку наливаем маслица! Вот так вот, я думаю, нам будет достаточно! И выкладываем наших перепелочек! Обжаривать нужно совсем немного, лишь бы, вот они стали немножко такими золотыми, потому что дальше мы будем их доводить в духовом шкафу! Так вот выглядят птички, которые сейчас отправятся в огнеупорную форму! На дно формы я налила, вот смотрите, совсем немножечко сливок, чтобы только прикрывало вот дно, и потерла мускатный орех! Затем сюда я буду выкладывать перепелочек! Так, мои перепелочки отправляются в форму! Одна за другой! Так, перепелочки перекочевали из сковородочки в огнеупорную форму, на вот такую вот кремовую подушечку, подстилочку, или как хотите, так и называйте! И затем я выложу на них лисички! Таким вот образом я выложила лисички! Как вы видите, я заполнила вот эти вот пространства, которые были пустыми, вот между ножками, между головками и так далее! Что мы делаем дальше? Естественно, нам нужно будет посолить наших перепелочек и залить сливочками! Так, ну я посолила и теперь заливаю, полностью доливаем нашу 200-граммовую пачечку сливочек! Перепелочек нужно хорошо покрыть! И грибы, вообще, честно скажу, аромат стоит просто, я не знаю даже как передать, он просто волшебный! Такой вот запах праздника! Наконец-то я чувствую, что Новый год приближается! Знаете, вот этот вот запах прекрасных, таких шикарных грибов, запах перепелок! Вообще, перепелка это любимое мясо моей дочки! Она его попробовала, когда ей было 6 месяцев, и вот до сих пор, оно нежное, диетическое, очень полезное! Ну, как бы, если приготовить умеючи, то оно очень даже праздничное! И вот этот вот, когда мы обжариваем, вот этот вот аромат миндаля, который мы натерли внутри перепелочки, он просто, ну, снохшибательный, честно скажу! Так, ну вот, соус наш залит в перепелочек! Дальше, что мы делаем? Вот у меня остается миндаль! Мы использовали ровно половину того, что я показывала! И мы посыпаем снова вот этим миндалем эти перепелки! Не жалея, используем все! Именно миндаль здесь придает вот этот вот такой вот, не знаю, для меня как бы это лесное блюдо, поскольку грибы и орехи, получается, когда оно запечется, это будет настолько красиво, настолько вкусно! И что мне нравится, очень хорошо подавать, так как оно, блюдо порционное, как бы одна перепелочка на одну тарелочку! Это не курица, чтобы там, ну, разрезать ножки, ручки, крылышки и так далее! Так, миндалем посыпали, и теперь я посыпаю тоже оставшейся зеленью! Так, и вот так! Духовка на 200 градусов у нас уже подготовлена! Сейчас я все вот это великолепие накрываю фольгой и ставлю в духовочку томиться где-то на 30 минут! Поскольку перепелки мясо нежное, тем более мы их уже довели до полуготовности, и нам осталось только вот их протушить, чтобы вот этот вот вкус грибов, орехов, зелени и сливок перемешался воедино! Отправляем в духовочку на 30 минут и ожидаем! Ну, вот и все! Полчасика прошли, и вот мои перепелочки готовы! Вот так вот они выглядят! Аромат стоит потрясающий! Очень красиво! И вас заверяю, очень вкусно! Котики, не деритесь! Вам будет тоже что покушать! Все, спасибо всем большое, что вы были со мной! Надеюсь, рецепт вам понравился! И до новых встреч на моей кухне! Пока-пока! Пока!